Мы уже снимали ролик о том, где живут самые красивые барышни в мире. В этом же ролике мы не будем ездить по заграницам в поиски красоток. Сейчас мы постараемся выяснить, в каких российских городах сосредоточено самое большое количество русских красавиц. Москва, столица нашей страны, всегда привлекала к себе молодых, энергичных и красивых людей. Или тех, кто стремится таковыми стать. Возможно, одна из причин, по которой московские девушки так хороши собой, хорошо развитая бьюти и фитнес индустрия. В столице более чем достаточно салонов красоты, спа-центров, фитнес-клубов и школ танцев. Здесь всегда есть чем заняться, независимо от района, в котором вы живете. Вот местные девушки пользуются этой возможностью. Тем более, что многие из них, кто родился в Москве или переехал сюда, планируют построить в столице России карьеру. А в Москве внешность играет не последнюю роль при приеме на работе. Речь даже может быть не столько о внешности, сколько об уверенности в себе, которые излучает ухоженная девушка, которая нравится сама себе. Да и не секрет, что Москва – это город возможностей. Без таких качеств, как сила, уверенность и стрессоустойчивость, выживать нелегко. А добиться успеха с ними же проще. Таким образом, для кого-то красивая женщина – это успешная женщина. В Москве такое понятие, как успех, иногда равно понятию красота. Ведь успешная женщина обладает всеми необходимыми качествами для достижения своих целей. Уже привлекательно и притягательно для других. В Москве родились такие актрисы, как Полина Максимова, Мария Берсенева, Екатерина Гусева, Екатерина Климова. Санкт-Петербург. Северная столица также привлекает внимание своими очаровательными жительницами. Чем девушки Питера отличаются от московских, так это своим умением одеваться. Они умеют роскошно выглядеть как в винтажных платьях, так и в неформальной одежде, с ярко выкрашенными волосами. А также они обладают шармом, который присущ, например, француженкам. Есть одна интересная статистика, в которой говорится, что петербургские девушки реже загорают, а потому обладают аристократичной бледностью. Особенно заметен контраст между цветом кожи и губ. Петербурженки предпочитают яркие помады, нередко красные. Санкт-Петербург, как известно, столица культурная, и девушки этому соответствуют. Они начитанные умудряются быть женственными всегда, даже когда горланят песни группы «Ленинград» под бутылочку вина. В Петербурге, точнее на тот момент в Ленинграде, родились актрисы Оксана Киншина и Анна Хелькевич. Певица Зара, телеведущая Юлия Барановская. Новосибирск. Сибирячки красивы по-своему. Говорят, что среди них больше всего, естественно, красивых девушек. Новосибирские жительницы ухожены, но обычно не переусердствуют с макияжем и другими бьюти-процедурами. Гуляя по новосибирским улицам, вы сможете заметить, что многие девушки любят фотографироваться и делают это вполне профессионально, будто каждая вторая модель. У них спортивные фигуры, а в качестве повседневной одежды они нередко выбирают спортивные костюмы, в том числе брендовые. Охотно носят и кроссовки, и выглядят при этом так же хорошо, как если бы надели платье и каблуки. А одна из фишек, которая также очаровывает – неспешность в делах и спокойная речь, что заставляет замедлиться и задуматься о том, как было бы неплохо брать с них пример и не торопиться каждую минуту куда-то. Что можно взять? Кофе и насладиться им, сидя в кофейне. Это, кстати, тоже одно из любимых занятий местных девушек. В кофейнях они тоже любят фотографироваться, и тоже вполне профессионально. Новосибирск. Родина певицы Пелагеи, актрисы Ирины Алфёровой, бизнесвумен Лены Лениной. Ростов-на-Дону. Своим географическим расположением город в свое время привлекал поселенцев разных национальностей. Это дало смешение кровей, в результате чего современные ростовчанки обладают яркой внешностью. Сейчас в Ростове, помимо русских, проживают также армяне, украинцы, азербайджанцы, татары, грузины, корейцы. Город является родиной многих удивительных женщин, которые запомнились не только своей красотой. Уроженка Ростова-на-Дону, Сабина Шпильрейн, была не только женщиной с необычной внешностью, но и пациенткой и ученицей Карла Юнга, основоположника аналитической психологии. Здесь же, в Ростове, родилась и Ольга Списивцева, русская прима-балерина, принимавшая участие в таких постановках, как Жизель, Лебединое озеро, Корсар и Щелкунчик. Родиной Ростов является и для модели Виктории Лопыревой, завоевавшей титул Мисс Россия в 2003 году. Самара. Но самые красивые девушки, как считается, живут в Самаре. И начало этому было положено еще при царице Екатерине Великой. Дело в том, что Екатерина особой красотой не отличалась, а потому писаных красавиц отправляла в Самару, дабы не теряться на их фоне. Или же, как считают некоторые, она отправляла туда девушек, которые пытались охмурить фаворитов царицы, чтобы те ей не мешали. Еще одна версия, которая объясняет, почему город богат красотками, сюда свозили самых красивых девушек для торговли с кочевниками Золотой Орды, поскольку Самара была пограничным районом. В Самаре родилась актриса Лукерия Илешенко, получившая известность после исполнения одной из главных ролей в сериале «Сладкая жизнь». А также участница проекта «Голос» и финалистка конкурса «Народный артист» Ангелина Сергеева. Участница проекта «Топ-модель по-русски» Евгения Тимакова. Ну а на самом деле, спорить о том, где живут самые красивые девушки России – бесполезное занятие. Отправиться в поисках красавицы можно хоть на край света и встретить ту самую. Ну а мы ждем ваших мнений в комментариях, какой город сюда вы бы добавили. Ну и конечно не забывайте поставить лайк и подписаться, чтобы периодически заглядывать на канал для просмотра новых видео на тему путешествий. Ну а на нашем втором канале S-Maps Education вы найдете ролики на тему зарубежного образования, как переехать за границу и какие необходимые документы.